Здравствуйте! Вы смотрите Утро Чувашии. Участники Всемирной недели космоса в Чебоксарах обнаружили новый остров в Карском море. На одном из мастер-классов школьники изучали данные космической съемки и нашли в Арктике объект, который не отмечен на карте. Об открытии сообщили в Российское географическое сообщество. Там обсудят возможность назвать новый остров в честь третьего космонавта страны Андреяна Николаева. Глава республики Михаил Игнатьев поддержал эту инициативу и пообещал оказывать всестороннюю поддержку юным первооткрывателям. Также в рамках Всемирной недели космоса школьники со всей республики презентовали свои космические проекты, открыли выставку моделей ракет, которые сделали сами, вышли на прямую связь с космонавтами на МКС и посетили музеи и культурные центры. У чебоксарцев появится возможность бесплатно получить знания в сферах политики и медиа. В течение двух месяцев бизнесмены, политики, журналисты и блогеры будут обучать молодежь. Образовательный проект «Другой университет» уже начал набор участников во всех регионах России, в том числе и в Чувашии. Через три недели на территории молодежной площадки ХБК начнутся мастер-классы, семинары и тренинги. «Другой университет» — это не скучные лекции и семинары, а живое общение с успешными личностями и практические занятия. Подать заявку на обучение могут молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, заполнив анкету в группе «Другой университет» в социальной сети ВКонтакте. После нужно будет пройти собеседование с организаторами проекта. Молодые люди, прошедшие отбор, сами смогут выбирать темы и формат занятий. Обучение будет проходить по двум направлениям. На курсах медиа слушателей научат грамотно писать статьи, вести социальные сети и делать качественные фото. А в направлении политика депутаты и общественные деятели расскажут, с чего начать свою карьеру, поделятся личным опытом и обучат о зампрофессии. «По истечению нашего проекта мы сможем поспособствовать стажировкам. Если в направлении медиа, то это стажировки в телевидениях, в газетах наших. А если брать направление политика, то это стажировка в администрации города, возможно, в администрации Чубарской республики или даже в Москве». Старт проекта «Другой университет» назначен на 1 ноября. По окончании обучения все ученики получат подтверждающие сертификаты. В эту субботу чебоксарские больницы приглашают на день открытых дверей. При наличии страхового полиса, паспорта и СНИЛС жители республики смогут пройти бесплатное обследование, получить консультации специалистов, побывать на лекциях о медицине и здоровом образе жизни, задать вопрос травматологу, хирургу, терапевту, ревматологу, неврологу и гастроэнтерологу можно в республиканской клинической больнице. Для этого нужно предварительно записаться через колл-центр по телефону 45 95 58. А в офтальмологической больнице прием посвящен международному дню белой трости. Посетители получат возможность проверить зрение и выявить возможные проблемы. Пройти флюорографию, маммографию, проконсультироваться у врача-акушера, гинеколога и дерматолога можно во второй городской больнице. В центральной будут работать кабинеты диагностических исследований и диспансеризации. На этом у меня все. Хорошего вам настроения и добрых вестей!